Звезды Шакена Не только виртуозная игра и запоминающийся стиль Вполнение зажгли публику, но пришлось по душе зрителям И необычное переложение песни Козыну Харасу на роковую версию Идея записать эту композицию вместе с лимом пришла казахстанскому продюсеру Таиру Азизову Сегодня успешно работающему в Бельгии Когда я видел игру Вима, я предложил сделать инструментальную версию А на мою игру Вима он предложил ее спеть То есть я сказал, что это трудно, это не так просто Но он все-таки сказал, давай сделаем, мне хочется спеть Он послушал, говорит, мне хочется все-таки спеть То есть между тем, что он говорит на пяти языках Ну и поэтому мы постарались и записали И нам пришла идея записать фольклорную композицию К примеру, Козыну Харасы мы посмотрели в интернете Это очень медленная композиция И мы хотели сделать что-то национальное, но в стиле Лени Кравица И получилась рок-версия Козыну Хараса Вим Руландс вырос в музыкальной семье Отец оперный певец, мать пианист, ка-брат Учился играть на арфе Вим же предпочел игру на электрогитаре Затем я три года обучался в рок-школе Это было как бесконечных тысячи часов эти три года Верите вы или нет, в сутки я занимался от 10 до 14 часов каждый день Только играл на гитаре Вим играл со многими известными музыкантами И музыкальными коллективами на самых различных сценах мира С каждым годом завоевывая авторитет профессионального и редкого музыканта Он всегда старался оттачивать не только свою игру, но и мастерство композитора Итогом его многолетнего труда стали 11 альбомов И сотрудничество с крупными компаниями по производству музыкальных инструментов Но я всегда фокусировался на своем соло-проекте Затем я выпустил свой альбом инструментальной музыки Который разошелся хорошим тиражом И крупные производственные компании по выпуску музыкальной техники Заинтересовались тем, что я делаю Клим подчеркнул, что работа над казахской музыкой ему очень пришлась по душе И возможно он повторит этот опыт А также будет рад вновь посетить Казахстан